Винопедискатур 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 У меня тут друзья живут. Много. Школа, друзья. Уже привык. Дом тут идет. Когда уезжаешь в лагерь, то нет такого чувства, что дом рядом. Он далеко. И скучаешь по всем очень сильно. У 13-летнего Ромы, как и у многих мальчишек, в жизни есть цель – добиться успеха. Но в отличие от большинства сверстников, даже ради ее достижения он не готов покинуть семью, родной Мочегорск и уехать в столицу. У мальчика на это есть веская причина. Ты красивая, как роза, как белый снег, пушинкой не сравнится. Люблю тебя сильнее всех на свете. Я стараюсь для тебя, Алина. Я вот тоже в этой тетрадке разные у нее. Вот видите, я люблю тебя. О семье у нее написано. Какая у нее семья, кто у нее в семье и как она к ней относится. Даже кошку приписала к Лёпу. Алина – младшая сестра Ромы. Ей 8 лет. И она самый родной человек в его жизни. Я знаю, многие братья и сестры не очень сплоченные, очень дружные. Про вас можно такое сказать или что? Даже не знаю. Но мы можем быть такими. Но мы не хотим, наверное, быть такими. А дети всегда вместе выйдут? Да, вот так. По воле судьбы дети живут не с родной мамой, а с бывшей воспитательницей детского сада Еленой Беляцкой. Появление этой женщины в жизни ребят стало ознаменованием начала новой счастливой полосы. Для детей она просто Лена или тетя Лена. Родными людьми эти трое стали только 4 года назад. И за этот, казалось бы, недолгий период они научились полностью понимать друг друга. Мы очень друг на дружку все похожи. Какие-то вот мы такие все одинаковые. Я вот в Алине узнаю свои черты характера. И в Роме. Я вот тоже помню в детстве, когда вот в таком возрасте была, как Рома, тоже все вот стеснялась, вот боялась. Все вот, ну как бы, так вот, в мое пространство никто не трогайте. И вот и Алина, вот тоже вспоминаю себя, уже когда помладше немножко была, что вот тоже такая вот была боевая, задорная, веселая. Самое ценное, это вот мои серьги, это очень ценно. И цветочек вот этот на 8 марта. Видите, какой красивый. Тоже дети старались. Зеркала дарили, такая типа пудреница, и у меня она в сумке, в косметичке. Так что у меня все при деле. Коллекции сувениров, деревянных подделок, вышивок, любую мелочь Елена хранит, как величайшее сокровище. Праздники, возвращение из поездок. По любому поводу Рома и Алина дарят новой маме подарки. По ним можно отследить их собственную историю. Этакая своеобразная семейная летопись. В это лето Рома привез подарок с Вологды. Вот такой вот кораблик на камушке нарисован. И три значка. На сухом официальном языке роль Елены Беляцкой в жизни детей звучит как замещающий родитель. Это большая ответственность и огромный список обязанностей. Но по сути все они сводятся к простой и понятной фразе «быть достойной матерью». Прийти в органы опеки и заявить о намерении создать семью женщина решилась неспроста и уж точно не в один день. Ну я живу одна, сожила с мамой. И сейчас живу как бы с мамой, но тут у меня еще ребятки. И вот я подумала, что я вот одна живу. Ну для чего? Ну получается не для чего, просто живу и все. И вот я в 2009 году, вот у меня появились вот мои вот эти вот ребятки. Но на удивление при знакомствах произошла та самая магия, о которой часто рассказывают приемные семьи. Вначале просто вот познакомились, потом поняли, что ну нужны друг другу, что в общем-то вместе нам веселее и мы как, ну целое получилось у нас. Ну а если рассматривать общую ситуацию по области, да и в стране, на самом деле ныне тенденция немного иная. Сейчас все реже замещающими родителями становятся некровные родственники. Если раньше педагоги и психологи всеми силами старались найти ребенку, оставшимися без попечения достойных мам и пап, способных подарить чаду новую счастливую жизнь, невзирая на отсутствие родственных связей, то сейчас, когда детские дома стремительно пустеют, а количество устроенных детей возрастает, соцработники сосредоточились на решении более сложной задачи – возвращении ребенка родным родителям. Конечно, когда это реально. Нужно отдать должное нашим педагогам, что они не боятся остаться без работы и не держат детей в детском доме. Они наоборот все делают для того, чтобы дети были в семье. И результаты тяжелой работы есть. В 2013 году 8 детей из Мурманской области вернулись к родным родителям. В прошлом году – 11. Реконструировать семью гораздо сложнее, чем найти новую. Мышление ребенка и родителей приходится полностью перестраивать, чтобы прежние ошибки не повторились. На базе детского дома «Журавушка» в Мурмашах не так давно появился центр, где специалисты помогают восстановить, казалось бы, абсолютно утраченные связи. Двое детей уже вернулись домой. Еще трое ждут решений суда. Приубеждаем. Мы оказываем родителям содействие, психологическую поддержку. Нацеливаем их на то, что со своими детьми нужно уметь мириться и прощать. И просить прощения. Потому что деток восстанавливаем не только маленьких, но и подросткового возраста. Иногда этих детей трудно убедить в том, что к родителям нужно относиться лояльно. Но какие бы усилия ни предпринимали соцработники, всегда могут возникнуть ситуации, когда реконструкция кровной семьи невозможна. И в этом случае миссия специалистов органов опеки – не бросать начинающих родителей. Я думала, вдруг не получится, вдруг что-то не пойдет. Вдруг мы не такие одинаковые, как нам кажется. Потому что, когда приходишь, когда знакомишься, это другое. А когда живешь вместе, это немножко по-другому. И почему-то я вот… Ну, я не так особо-то так не думала, но были вот такие вот тайные переживания. Когда Елена решила открыть свое сердце для детей, главных помощников начинающим родителям служб сопровождения в современном виде еще не было. Повсеместно они стали появляться лишь последние годы. Вот честно, мы общаемся просто как родители. Они уже себя отождествляют никакими не замещающими, а просто как родители. Потому что в основном все все равно их называют папами и мамами. Сейчас любые переживания кандидатов в замещающие семьи помогают развеять в службах сопровождения. В Мурманской области их 10. Из них 5 созданы на базе детских домов. В Мачугорске такая служба работает с 1 февраля 2012 года. Те родители, в основном которые столкнулись с какими-то проблемами, обращались к нам в службу. И мы им предлагали вот именно сопровождение. Что касается, у нас сейчас на сопровождении 13 семей находится. Это 16 детей. Большая часть, конечно, это у нас мальчики. Это статистика уже как бы вот уже нескольких лет. У нас 12 мальчиков и 5 девочек. 13 семей под крылом трех специалистов. Казалось бы, масштабы не так уж и велики. Но контролировать замещающих родителей никто и не собирается. Это вспомогательная служба. И сюда приходят по желанию. А для директора детского дома Ирины Сиротиной работа психологом в службе сопровождения – это не просто дополнительная нагрузка, а отдушина. Мне не трудно это совмещать. Я люблю работу психолога, мне очень скучно без этой работы. А потом я очень люблю школу приемных родителей. Также Ирина Валерьевна ведет занятия в школе замещающих родителей. Это своего рода альма-матер. И это обязательная ступень для кандидатов в молодые мамы и папы. Все, кто приходят первый раз, то есть они приходят все с чистым негативом. Значит, это школа, это значит, вот там учить будут. У меня высшее образование, я все знаю. Я сама педагог, что я педагогики не знаю, что я психолог, чем у меня могут здесь научить. И вот я очень люблю, особенно эти первые занятия. Вот я вообще люблю, вот я люблю сложных детей, я люблю таких противных детей. Я люблю, как вот они меняются, вот эти дети. И точно так же эти вот взрослые, они такие же дети. Они приходят, не веря нам, не понимая, чему мы их можем научить. И уже в середине занятий они становятся совершенно другими людьми, они становятся детьми. Если коротко, школа замещающих родителей – это профессиональные курсы по обучению в родители. Длиной 60 часов. Занятия проводятся по выходным. И так два месяца. Мы учим всматриваться в ребенка, в глаза, в телодвижение. Мы учим родителей понимать то, что ребенок не говорит, но мог бы сказать, чтобы родители могли об этом догадаться. И поэтому они уходя говорят, эту школу должны пройти все родители. Те, которые идут в ЗАГС подавать заявление, те, которые беременны, идут в консультацию. Школа замещающих родителей в Мочегорске не первая в области. Изначально такие школы появились в 2006 году. И раньше будущие мамы и папы обучались по желанию. С сентября 2012 года обучение стало обязательным требованием ко всем, кто хочет усыновить ребенка-сироту или оформить над ним опеку. Сейчас в нашем регионе работает 10 школ, замещающих родителей, по итогам которых кандидатам выдаются настоящие дипломы. Школа очень замечательная, очень грамотная, очень специализированные специалисты. Своё дело знает от А до Я. Ирина Валерьевна, конечно, очень сильный психолог. Да, Ирина Валерьевна и все остальные, с кем нам приходилось работать, очень хорошо. Под началом Ирины Сиротиной выпустились уже 6 групп. Если бы такие практики появились раньше, считает психолог и руководитель детского дома, феномен вторичного сиротства возникал бы гораздо реже. Сейчас же это по-прежнему острая проблема. Одна прожила 11 лет в семье, 8-9 лет, где-то кто-то 5 лет прожил в семье. И когда родители уже понимают, не родители, а приемные родители понимают, что они не справляются, то начинаются вот эти возвраты. Это страшная история. Дети, которые никому не верят, которые всех ненавидят. Это вот, ну, это вторичное сиротство, это ломка. За последние полтора года в Мальчегорский детский дом вернулись 9 ребят. Это существенная цифра. Все эти дети подолгу жили в новых семьях. Их приемные родители не проходили через школу, и они оказались не готовы к испытаниям судьбы. Ведь такие образцовые семьи, как у Елены Беляцкой, встречаются далеко не всегда. Но даже Елена признает, что без помощи специалистов опеки, службы подготовки и сопровождения из замещающих семей путь к новой жизни был бы не таким безоблачным. Ну, счастье было, что переехали. А не волновался? Нет. Только осталось то, что бабушка заплакала. И все. Тебя тогда удивило, почему бабушка заплакала? Нет. А ты тоже плакала? Да. От радости? Да. Тяжело, когда ребенок болеет. Это вот самое тяжелое. Когда болеет, не знаешь, чем помочь. Семье еще одной Елены исполнилось уже 6 лет. Когда Елена Желиховская познакомилась с Аней, девочка тяжело болела. Но медсестру с многолетним стажем это не испугало. Она решила во что бы то ни стало поставить малышку на ноги. Когда-то тяжело, когда-то легко, когда-то приятно. Ну, приятного больше. Теперь, когда самые трудные времена позади, Аня и Елена практически неразлучны. Они не только мать и дочь, но и лучшие подруги. Ну, мы с мамой очень дружная семья, мы постоянно в отпуск едем, там отдыхаем на море, постоянно вместе. И вот. Но мама работает, но я не скучаю, всем не звоню на работу, вот, там разговариваю с ней. Вместе мать и дочь участвуют в конкурсах, к своим занятиям подключают всех родственников. Только что Аня с бабушкой связали игрушки к очередной выставке на форуме замещающих семей. Бабушка и дедушка, у нас семья большая. Так что не скучаю. Да, и племянники, и племянницы, много всех. Она у нас самая такая, Аня активная, она всех заводит, такая, знаете, зажигалочка. А недавно Желиховские победили в региональном этапе престижного всероссийского конкурса среди замещающих семей. Они сняли лучший фильм про свою семью. Вот она, вместе целая страна, вместе дружная семья, славы, сто тысяч я. Для нас это фильм как бы вот очень хороший получился, но другим тоже нравится. В фильме Аня и Елена постарались рассказать о себе, своих увлечениях и друзьях, многие из которых такие же замещающие семьи. А также с экранов нашей героини рассказали собственную притчу о том, откуда берутся приемные дети, сказку о забывчивом аисте. Ну, шесть лет, окажется, уже вся жизнь вместилась в эти шесть лет. Даже я не помню, когда у меня Ани не было. Появление ребенка в доме Желиховских изменило жизнь к лучшему всех домочадцев. Для Ани семья ее главная мечта, которая благополучно исполнилась. Но Елена понимает, что рано или поздно ее непоседа упорхнет из гнезда. Буду плакать, плакать, ну, пущу, куда деваться. Все отпускают, а я что? Особенно поедет. Конечно, мне это ближе медицина, но вряд ли. С ее характером она такая, знаете, общительная очень ей. С бумагами, наверное, не понравится работать. Некоторые замещающие семьи стараются держаться друг друга. Это особенная, только им понятная дружба. Мой гимн такой, быть на позитиве. И все сразу только улыбаются, такие все позитивные. Но в какой-то момент стало ясно, в такой дружбе и душевных встречах нуждаются все замещающие семьи. Бесценный опыт и знания, которые нигде не прочтешь, можно получить у коллег, которые знают цену каждого кирпичика при строительстве семейного счастья. В любом случае в клубе я получаю позитивный настрой, по крайней мере. Это однозначно. Так в декабре 2013 года был создан еще и клуб замещающих родителей «Радуга жизни». Любая встреча, я считаю, что мне она помогает в связи с чем. Я прихожу тому, я могу уже по-другому посмотреть даже на своего ребенка, потому что услышала, например, что кто-то вот такой подход нашел к ребенку в какой-то ситуации. Соответственно, я прихожу, иногда даже меняешь мнение. Создатель клуба Надежда Смирнова рассказывает, что изначально к мысли создать общую организацию привело желание поделиться проблемами. Но за год существования поле деятельности существенно расширилось. Это и социальная, и правовая помощь, совместные мероприятия, фото-выставки, праздники и экскурсии. Но на первом месте по-прежнему общение. Это все добровольно, никто не заставляет. То есть у человека есть желание, он приходит, нет желания, ради бога две. Но для всех у нас двери открыты. В общем-то не так просто, когда приемные дети. Не всегда все сразу получается. А здесь мы делимся опытом. Мы не только, как бы, я, например, передаю свой опыт, но я еще и получаю. А это много значит. Ну и когда человек может, скажем, прийти, даже просто выговориться, это уже хорошо. Для определения, счастливы ли дети в новых семьях, у профессионалов есть своя методика. Существует целая система мониторинга, разработанная в Московском государственном научно-исследовательском институте семьи и воспитания. Она учитывает такие пункты, как уровень адаптации ребенка, безопасность и благоприятность условий, созданных для жизни и развития, отношения с ровесниками. В Мальчегорске такой анализ проводился в 12 замещающих семьях среди 15 детей. Результат – высокие уровни по всем показателям. И это очень похоже на правду. Мы вот везде вместе ходим, всегда редко ссоримся. Вот так вот. Играем вместе. У нас как-то как команда, сплоченность. Рена, я тебя люблю. Ты у меня самая любимая и красивая, добрая и умная. Любимая моя, лучше не найти на нашем белом свете. Ты ангел и спасешь меня. Я говорю, мам, мы все преодолеем, все будет у нас хорошо. Вот так сошлись наши судьбы в одну колею встали и поехали. Надеюсь, что так и будем ехать по жизни вместе, как два колеса в паровозах. Какая-то у меня такая жизнь была. Пришла, поела, легла, куда-то сходила. Все как-то так монотонно. Ничего беспокоиться, ни о чем не надо. Все не спеша. А вот у меня появились дети, и у меня совершенно стало все по-другому. Намного интереснее, так насыщеннее. И какой-то, не знаю, как сказать, смысл приобрелся какой-то в жизни. Что для чего-то, для кого-то живу, а не так просто. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok